Я Иванов Олег Александрович, выдвинул свою кандидатуру в депутаты мажориста парламента Республики Казахстан. Слоган моей предвыборной программы «Улучшение, а не перемены». Хочу объяснить почему. Наш народ с 1985 года живет в условиях перемен. Это означает, что правила жизни постоянно меняются в году тем или иным людям или обстоятельствам. Я человек из народа и каждый день общаюсь с простыми людьми и вижу, что люди перемен устали. Жизнь простых граждан власть должна улучшать, а не менять. Людям нужна стабильность и постоянные ежедневные улучшения в жизни. Хотя бы понемногу, но постоянно и к улучшему. Я за последние 30 с лишним лет работал в разных сферах и в разном качестве. От простого ИПшника до руководителя крупной компании. Моя жизнь и жизнь моей семьи самодостаточны. Во власть я иду не за деньгами или карьерой. Я хочу улучшить жизнь в нашем регионе. Там, где живут и будут жить мои родные и близкие. Жизненного и профессионального опыта у меня достаточно. Какими вопросами я хочу заняться в парламенте? Первое – это газификация. Мы нефтегазовая страна, но у нас газ используется в основном в качестве газомоторного топлива. Между тем, как специалист, я знаю, что мы можем газифицировать жиженым газом промышленность и сельское хозяйство, и значительную часть жилого сектора. Это возможно. Не дожидаясь больших капитальных вложений на строительство магистральной трубы, это будет являться первым этапом для последующей газификации региона. Необходимо навести порядок в коммунальном хозяйстве. Во-первых, вернуть в государственную собственность все коммунальные предприятия, начиная с ТЭЦ и заканчивая горводоканалами. Во-вторых, наладить все отношения в коммунальном хозяйстве между собственными квартир, городом и коммунальщиками. Общей целью должно стать улучшение комфорта людей, а не прибыль коммунальщиков. Кроме того, считаю, что многое можно и нужно в этой сфере взять из советского опыта. Кроме того, считаю, необходимо возродить Министерство водного хозяйства и мелиорации, чтобы наладить обеспечение качественной водой наши города и аулы. Необходимо, наконец, решить вопрос по обеспечению водой сельских населенных пунктов не только с помощью магистральных водопроводов, но и альтернативных источников. Вода на селе стала за последние десятилетия без аллегорий выбором жизни. В стране необходим закон о продовольственной безопасности. Вы видите, что цены изменяются едва ли не каждый день и почти всегда в сторону повышения. Власть не должна прикрываться рыночными отношениями. Она должна иметь рычаги влияния на цены в магазинах и брать на себя ответственность за них. Для этого нужен закон. Мы должны добиваться северных надбавок для бюджетников, прежде всего педагогов и медиков. Из-за суровых климатических условий у северян жизнь значительно дороже, и государство должно это компенсировать. Если вы меня поддержите, то буду в режиме живого общения держать вас в курсе своей работы в парламенте, а также приезжать на родину и отчитываться перед вами. Создать общественную приемную и совместно с экиматами городов и районов помогать решению текущих проблем.